Плесените колдовства, хрустальный мрак, бокала. Дорогие друзья, нальем-ка себе того самого черного пешехода. Мне он очень нравится. Цена-качество я считаю идеальным. Не знаю ваше мнение, да и у каждого свое мнение. Кто-то любит арбуз, поклятые рудники, а кто-то свиной хрящик. Приветствую вас, друзья, на канале Морз Клуб. Сегодня я хочу поделиться своим мнением, именно своим мнением, о новой такой фишке. Ну как новой, она давно была придумана, но сейчас в интернете снова всплеском пошла реклама на сомнительные удовольствия, сомнительные средства для употребления виски. И я хочу высказаться об этом строго. Ваше здоровье! Кстати, был в Египте, привез себе вот этого фараона. Очень классно он держит яблоко, правда. Кстати, в Египте мне очень понравилось, правда. Душевно, хорошо, здорово. Покеленил 10-7 дней. Маловато. Итак, поговорим о камнях для виски. Камни для виски. Их разработал некий дизайнер в 2007 году, по-моему. Тема виски популярна во всем мире, и наверняка же, вы знаете, кто-то хотел бы погреть руки около костра виски. Но тот, кто виски производить не умеет, ничего виски не соображает, кроме того, что нравится ему пить. А как бы на этом деле заработать? И вот такие маркетологи, молодцы, надо сказать, денег заработали, придумывают всякие всевозможные вещи, которые, в принципе, я считаю, пустой тратой денег, ничего не имеющие к употреблению сего продукта. Ну, помните, наверняка, сплеск глинкернов, таких стаканчиков, которые стоят сумасшедших денег. Сумасшедших денег буквально стоят. У меня их несколько штук есть, мне их подарили, ни один я себе не купил, никогда покупать не буду. Купил себе вот такой стаканчик, нисколько не хуже, хрустальный. Причем всего за 280 рублей, да? Красота же. Чем он отличается от этого глинкерна за хер его грязь с денег, не знаю. Итак, друзья мои, камни для виски. И, конечно же, тот, кто придумал бесполезную эту штуку, начали эту легенду покрывать всевозможными мифами. Итак, конечно же, камни для виски, это здорово. Камни для виски, вы не просто бухаете, у вас уже целая религия, да? Вы опустили несколько камней в бокал. А, сначала, стоп-стоп-стоп, стоп, извините. Перемотаем назад. Для чего? Какого хрена? Ну, в общем, для чего они нужны? Камни для виски, это камни, которые охлаждают ваш напиток. Вы положили заранее, заранее, конечно, положили эти камни в морозилку. Перед употреблением виски, открыли холодильник, достали себе несколько этих камней, положили себе бокал, налили виски, и ваш виски охладился. И вы начинаете пить. Друзья мои, глупее продукта я наверняка не слышал. Ну, во всяком случае, в теме употребления алкоголя. Ну, давайте быть строгими. Если вы хотите охладить виски, какого хрена вы можете взять просто бутылку виски и поставить ее в холодильник? Ну, зачем вам камни-то покупать? Согласитесь. Поставили бутылку виски в холодильник, и все. Вечером приехали, она холодненькая бутылочка. Или он холодненький и виски. Ладно, 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 вы забыли утром поставить ее в бутылку в холодильник? Поставьте бутылку в морозилку, через час ваш напиток будет холодным. Ну, и третье. А на хрена нам война? Есть такая песня. На хрена нам пить холодные виски? Ну, согласитесь. Холодным пьют виски, скажем так, сорта нехорошего, сорта плохого. Как я называю этот разряд виски? Это разбавленная водка. Чтобы не понять вкуса, конечно же, охлаждают. Ну, или американские колбои. Те же самые колбои Мальборо целый день по пустыням или там по степям гоняют своих коров. Зашли в бар, жара, хочется бахнуть. Ну, кому после тяжелой работы бахнуть не хочется? Я же металлург. Я знаю, что такое после работы налить себе соточку холодненького, выпить. И колбои, заходя в бар, выпивают бурбончику. Но, как правило, у меня в баре есть несколько американских, настоящих американских бурбонов, которые мне, друзья, привезли из Америки. Еще я ролики не снимал, не дегустировал. Но там крепость 47, 42, 46. Очень высокая крепость. И, разумеется, разумеется, лед туда добавляли. Не только для того, чтобы охладить. А? Сечете? Для того, чтобы разбавить крепость. Но, почему эти камни? Снова недавно на одном ВКонтакте, что ли, увидел снова рекламу. Но уже рекламируют не камни. Сначала рекламируют камни определенной породы, определенного смысла, которые там вручную шлифуют бедные шотландцы у себя, сидя в пещерах под освещением Луны. Хорошая легенда, да? Это вот Египет, да? Джин, тоник, айс. Все, что я там мог пить из местного пойла. Лед и вот, в конце концов, кашель. Кстати, ну, про Египет могу рассказать, но потом. Не о Египте сегодня речь. Вот, и увидел, что сейчас начали рекламировать не камни. Мне, как и металлургу, обидно стали рекламировать металлические шарики, кубики, квадратики. И какие только металлические штуки не рекламируют. То есть, оказывается, камни, они же на себе могут собирать всякую там мутоте, неплохо вымываются. А вот стальной, настоящий стальной. Это гораздо эффективнее. Черт побери. Находчивости этих маркетологов я иногда удивляюсь. Помните, как недавно была реклама? Давно-давно, вернее, была реклама. Памперсы для девочек. Блядь, памперсы для мальчиков должны быть особенные. Помните, да? Эта идея недолго, конечно, существовала. Потом они все забыли. Итак, я обратился к своему старому другу. Дима, привет тебе, спасибо, что меня наковырял этих шариков. Говорю, Дим, наковыряй меня из подшипников всевозможных шариков. Он мне принес. Я говорю, сколько тебе должен? Говорит, да ни хрена мне не должен. Говорит, а зачем тебе? Я объясняю, что хочу снять ролик о том, что вот эти шарики, кубики, берут и закладывают в бокал. Ну, представляете, вот сейчас вот этих два металлических шара я положу в этот бокал хрустальный. Что с ним встанет? Тут, правда, есть и мелкие всякие шарики, да? Кстати, эти шарики, кубики и всякая фигня, которую закладывают в бокал, рекламируют как лучший подарок тем людям, которые употребляют виски. Друзья мои, хотите сделать хороший подарок людям, которые любят виски, и подарите им хорошую бутылку виски. Уверяю вас, этот подарок будет гораздо лучше. А не ведитесь на эту фигню. Сейчас в интернете очень много всевозможных роликов, очень много всевозможных предложений. Только напишите ко мне для виски. Вам высыпется от 300 рублей до там 3000 рублей всевозможные наборы. Купите, купите, купите. Ну, знаете, главное правило маркетинга, напомню вам еще раз, продать как можно больше, как можно чаще и как можно дороже. Лучшее средство для виски, для употребления виски, я считаю, и повторяю с этой точки, только мое мнение, это, разумеется, лед. Ребята, друзья мои, лучшая льда никогда нет, не было ничего, не придумали точно. Но, во-первых, главное преимущество вода, абсолютно бесплатная. Тем более, вы знаете, какую воду вы охлаждаете, превращаете в лед. Хорошую воду. Во-вторых, лед охлаждает. Четко, быстро, славно. И вы можете столько льда наложить, сколько вам надо. Хотите с горкой, хотите сверху, хотите два кубика. Лед в бокале смотрится эстетично. Смотрится красиво, смотрится понтово, а не какие-то там металлические кубики, шарики, ролики. Лед в бокале не только разбавляет, не только охлаждает, но и увеличивает объем. Ну, допустим, для молодых людей вы положили, пришли в бар, лед и пена, деньги бармена, накидали льда побольше. И можете целый день, целый вечер, вернее, всю ночь ходить с одним бокалом, постоянно закидывая туда льда. И никто не догадается, что вы пьете уже просто воду. Ну, дорогие друзья, подписчики и не подписчики, если вы не подписались, ну, черт побери, почему? Подпишитесь. Я все сказал, я высказал свое мнение, я думаю, это будет хороший дружеский совет для тех, кто только начинает идти в мир риски. Черт побери, он сейчас очень дорого стоит, я такой классный, в свое это время, год назад, 300 с лишним дней назад он стоил гораздо дешевле, нежели сейчас. Все, давайте, будем заканчивать. И так дофига я что-то болтаю. Ну, просто, может быть, соскучился. Все, пока, друзья мои, пока. Да, занимайтесь спортом. Скоро уже как два года я хожу в зал. Без перерыва. Три раза в неделю. Пока. И вам рекомендую все. Пока-пока-пока. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok